Шибом – удивительный город с неимоверной архитектурой и многовековой историей. Благодаря глиняным небоскребам в 1982 году город был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. История Шибома началась еще в V веке до н.э., в это время появились первые постройки. Новая эра принесла поселению статус города, а вот многоэтажные дома появились значительно позже. Крепостные стены не давали возможности расти городу вширь, и местное население решило возводить высокие дома. Удачное расположение и проходящие караваны со специями и ладаном принесли городу богатство и славу. Шибом не раз был столицей Хадрамаута, так продолжалось до тех пор, пока не открылись морские пути в Европу. Некоторые постройки датируются XVI столетиям, но основные многоэтажные дома были построены в XIX веке. Древнейшие Мачу-Пикчу империи инков в Перу небоскребы строили из глиняных кирпичей Мадар-Тейн. Изготовление стройматериала занимало много времени и сил, рабочие весь день месили глину, песок и солому, затем высушивали на солнце будущие кирпичи. Застройка в Шибоме очень плотная, многоэтажные дома строили недалеко друг от друга, и часто соединяли их небольшими балконами. При нападении на город, благодаря таким переходам, жители могли из одного дома попасть в другой. Средняя высота построек составила 25 метров, первые этажи возводили из широких кирпичей, а кверху их ширина постепенно сужалась. Большинство зданий имеют 5-6 этажей, каждый этаж предназначен для одной семьи. Монастырь Жеронимуш самый красивый и древнейший памятник Португалии в городе сохранилось больше 500 еменских небоскребов, сегодня в них проживает не больше 7000 человек. О современности в Шибоме говорят только кондиционеры и спутниковые антенны, а в целом он выглядит так же как и 100 лет назад. Дожди и наводнения размывают глиняные стены, поэтому местным жителям приходится каждые несколько лет проводить реставрационные работы, чтобы защитить фасады от влаги, нижние этажи обрабатывают известкой. Резные ставни, циновки и тканевые полотна защищают жилища от невыносимой жары. Недалеко от открытого рынка расположена мечеть Харуна-аль-Рашида, единственная постройка в городе из обожжанного кирпича. Вооруженный конфликт между правительством и хуситами начавшийся в 2014 году наложил свой отпечаток на Шибом, за 4 года в городе были разрушены или повреждены 160 зданий. Льектопата город ступеней или город террас в Перу-Емин закрытая страна и достаточно небезопасная для туристов. Отправляясь в путешествие в Шибом, стоит не забывать о безопасности, а также не употреблять алкоголь в общественных местах. На центральной площади путешественники могут покурить кальян, а также выпить чай или сыграть в домино с местными жителями. В сувенирных лавках продаются интересные сувениры, на прилавках среди различных вещичек можно найти хороший антиквариат. Многие туристы по приезду стремятся попробовать кат, кустарниковое растение с наркотическим действием, но стоит не забывать, что листья могут вызывать галлюцинации и неадекватность.